Тема уплаты налогов на собственность, имущественных налогов, достаточно актуальная. Хотя информирование населения происходит активно, вопросов у людей каждый год возникает немало. Те, кто уже не новички, продвинутые налогоплательщики, уже начали этот процесс, поскольку вносить оплату за недвижимость и землю можно уже с 1 августа. Стоит обратить внимание на первый нюанс. Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании извещения налогового органа, которые ежегодно высылаются до 1 августа того года, за который исчисляется налог. То есть в текущем году, в 2018, налоговые органы выслали до 1 августа налоговое извещение, соответственно, налог будет уплачен, имущественные налоги будут уплачены за 2018 год. Если гражданин по какой-либо причине не получил данное извещение, ему необходимо обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка либо объекта недвижимости. Кому необходимо платить налог, каждый знает точно. Поэтому, кто имеет право на льготы – второй нюанс. Не откроем Америку, но все-таки повторим. Это пенсионеры по возрасту, многодетные семьи, военнослужащие-срочники и проходящие альтернативную службу, инвалиды первой и второй группы при отсутствии регистрации по их месту жительства, трудоспособных лиц. Об этом важно помнить. Третий нюанс – способы оплаты. Для равномерного распределения налоговой нагрузки причитающие платежи необходимо уплачивать заблаговременно, поэтапно, либо частями. Но самое главное – сделать это своевременно. Произвести уплату имущественных налогов можно через платежную систему ЕРИП, интернет-банкинг, бочтовые и банковские отделения, а также налоговые органы. Четвертый нюанс – суммы налогов, поступившие в бюджет, позволяют государству обеспечить своевременное финансирование расходов на социальную сферу, расходов по благоустройству, охранной природной и многое другое, поэтому досрочная их уплата позволит ускорить реализацию намеченных планов. Посмотреть причитающую сумму налога можно в платежной системе ЕРИП. Для этого физическому лицу необходимо ввести свой отчетный номер платильщика и получить полную информацию о сумме исчисленного налога. И пятый нюанс – за несвоевременную плату имущественных налогов исчисляется пение, а также предусмотрена административная ответственность. Так что следует принять во внимание все пять вышеперечисленных нюансов и заплатить налог своевременно.